Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Приветствую всех, кто нас смотрит. И вот некоторые темы этого выпуска. Он знал, что когда-то за ним придут. Правоохранители рассказали, почему вернулись к делу политеховского маньяка и могут ли на его счету быть новые жертвы. В Алтайском крае ожидают нашествия кмаров. Какие болезни могут переносить насекомые на своих ободках? Экс-министр иностранных дел Австрии приедет в Бийск. Чем его заинтересовал Наукоград? Виталия Манишина, обвиняемого по делу об убийствах более 10 женщин, не могли поймать почти 35 лет. Наконец, завершили расследование уголовного дела и направили его в суд. Вопросы хода расследования, личности преступника и другие интересные факты на брифинге с журналистами обсудили представители Краевого следственного комитета и Краевого МВД. Подробности в сюжете. Виталий Манишин родился в 1971 году в селе Зеленая Дубрава Родинского района. В 90-х окончил Алтайский государственный аграрный университет, а затем стал работать главным ветеринаром в Шадрино. Был женат двое детей. Как человек по характеру могу вам сказать следующее. Он достаточно все-таки грамотный, образованный, производит впечатление, имеет высшее образование, занимал должности власти, очень хорошо умеет говорить, поставленная речь, формулировать вопросы, правильно отвечать. В общем, достаточно хорошо располагает к общению. Именно так он и располагал к себе своих жертв. Каждому находил свой подход. С некоторыми мог общаться порядка двух часов. Такой портрет описывают не только сотрудники следкома, но и односельчане обвиняемого. Мои коллеги тоже с ним общались. Общество согранились с нас. Ответственность в Востоке. Некрасиво, наверное, будет, скажем. Некрасиво. Они же не к домам. Там, я так поняла, одну бочку ставят? Нет. В нулевых ведомствами была проделана большая работа. Проверены тысячи людей и сотни фактов. В наше время пошли другим путем. И увидели связь убийства девушки в 89-м году к серии убийств девушек-абитуриенток. Мы сопоставляем ту информацию, которая есть в одном деле, в другом. Смотрим экспертизы судебно-медицинские, которые нам показывают, каким образом были убиты лица, как они перемещались, не перемещались, скрывались трупы, не скрывались. То есть все эти механические признаки, они создают картинку определенную, где можно судить о каком-то сходстве. Соответственно, мы отталкиваемся от информации, кого проверяли в этих делах. Но если мы видим, что человек непосредственно был на месте происшествия, один из последних, кто видел жертву, то к нему как минимум есть вопросы. Из интересных фактов. На одном из мест преступлений Манишин был понятым. В 2000-м было сотни звонков, чтобы сообщить личность политеховского маньяка. Один из таких анонимов назвал имя Виталий Манишин. Появление в деле и смерть главного подозреваемого в те года Анисимова обвиняемый воспринял как способ выйти сухим из воды. Мужчина отказался от нескольких адвокатов, так как не сходился с ними в позиции. Сейчас у него есть защитник, он признан вменяемым. Да, он говорит, я предполагал, что будет такой вариант, что рано или поздно за мной придут. И даже вопрос задавался таким образом, когда было бы лучше, раньше или сейчас. Ну, на что он ответил, что сейчас, ну, как сказать, и так, и так было бы, конечно, плохо. И как сейчас, и как раньше. Но, как говорит, если было бы раньше, ну, намного для меня серьезнее были бы какие-то последствия определенные. По мнению Зеленского, о сожалению Манишина сказать сложно, но были моменты, когда он говорил о раскаивании. Ознакомившись, да, с результатами психофизиорического исследования, так называемый полиграф, потому что у нас были еще иные доказательства его причастности к тому времени. То есть, да, Манишин принял решение сотрудничать со следствием, написал явку с повинной. В ходе следствия, да, он указывал ряд мест, то есть, в том числе, ну, ранее неизвестных следствию. Делаем вывод о том, что такими данными мог обладать только тот человек, который совершал эти преступления. Напомним, дело рассмотрят в Калманском районном суде. Юридически, да, имеется понятие, что срок давности, как бы по особо тяжкому преступлению, что истекший. Но поскольку все преступления были совершены Манишиным, санкциями за которые предусматривала в свое время высшую меру наказания, то вопросы применения срока давности решает только суд. И поскольку большинство эпизодов по месту совершения преступления были совершены на территории Калманского района, убийство, сопряженность, изнасилование, дело было направлено в Калманский районный суд. Всего, по официальным данным, Манишин совершил 11 убийств. Первое в 89-м и последующие в нулевых. У нас между первым и последующими доказанными убийствами есть большой промежуток времени, и мы не уверены, что в это время не совершались убийства. То есть у нас есть достаточное количество дел, которые на сегодняшний день не раскрыты. Всего таковых порядка полутора тысяч. Самое первое дело числится датой 1956 года. В настоящее время принято решение начальником главного управления о цифровизации, перевод в цифру всех дел. И в том числе сведение различных списков проверенных лиц, отрабатывавшихся лиц. Я думаю, что это даст большой толчок в проведении аналитических исследований, в том числе с использованием современных методов, которые есть у нас. На данный момент существует специализированное подразделение по раскрытию преступлений против личности прошлых лет. В среднем в крае раскрывается порядка 40 таких уголовных дел. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Плюс 11 сантиметров. Вода в барнаульском поселке Затон продолжает пребывать. Власти предпринимают противопаводковые меры, отсыпают дамбу, чтобы вода не смогла прорваться в поселок и подтопить дома. Готовы ли местные жители ко встрече со стихией, узнавала Валентина Аскерова. Вот костюмчик. Ну, болотные сапоги не стоят, по-моему, пока. Вон они стоят тоже. А курочек куда? На крышу. Резиновый костюмчик под рукой, курочек в случае чего – на крышу. Юрий Иванович к встрече с большой водой готов. В поселке Затон проживает с 63-го года. И что делать в паводок, знает как отче наш. Мужчина до сих пор не может забыть масштабные подтопления 2014 года. У меня где-то 58 сантиметров в доме было. Это было, считайте, 8 метров почти что. В доме было вот так. Почему вы не уезжаете? Каждый год, так скажем, одна и та же песня. А у вас есть такая возможность? С окошка видеть речку рядом, рыбачить, во, сел рядышком. У меня внуки приезжают. Одно удовольствие. Этот год, надеется Юрий Иванович, обойдется без глобальных подтоплений. Вместе с ним надеются и другие жители Затона. В огородах уже выступила вода, а таких подтоплений к домам еще нет. Но ожидается в этом году, как вы думаете? Ну, мы надеемся, что нас не затопит. Все пройдет мимо. А между тем, в Затоне продолжает действовать режим повышенной готовности. Уровень воды уже достиг отметки в 542 сантиметра. До критической остается всего 18. На сегодняшний день частично подтоплено 12 приусадебных участков на улице Пароходной и переулку к Перевозному. Проводится постоянный мониторинг уровня воды. Информация до жителей доводится оперативно. Совместно со спасателями организованы обходы тех участков улиц, которые в первую очередь подвержены подтоплению. Напомним, ранее в микрорайоне закрыли объездную дорогу на остров Шубинский. Уточнили списки проживающих. Подготовили пункт временного размещения в школе номер один и отсыпали дамбу. За ситуацией следят в круглосуточном режиме. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. 100 тысяч рублей придется заплатить жителю Алтайского края, который незаконно выловил почти 10 экземпляров стерляди. Во время добычи рыбы его задержали сотрудники транспортной полиции. Произошло это в ходе проведения рейда по охране природной среды. Для ловли рыбы мужчина использовал лодку. После общения с ним полицейские обнаружили в пакете рыбака 10 стерлядок. Общая сумма ущерба, который нанес мужчина биологическим ресурсам региона, составила 100 тысяч рублей. Орудия ловы и лодку с мотором транспортная полиция изъяла. Комары и мошки пошли в атаку. В этом году, по прогнозам специалистов, их ожидается целое нашествие. Но пик роста численности назойливых кровососов придется на август. Насколько опасны комариные полчища? Могут ли насекомые быть переносчиками заболеваний? И как защитить себя от крылатых вампиров? В сюжете Елена Макаренко. О том, что это лето на Алтае станет комариным адом, специалисты начали предрекать еще месяц назад. К сожалению, опасный прогноз получает все больше подтверждений. Температура, влажность и скорость ветра этой весной благопрепятствуют появлению в крае комариных полчищ. И первые комары и мошки уже пошли в атаку, отмечают барнаульцы. Есть мелкая мошка, черная такая мелкая. Кусает и большие боли прямо. Если на ноге, то нога твердая становится. Они тогда кусают, я не могу спать. Мелкие, гадкие москиты. Пик роста численности кровососущих, говорят энтомологи, придется на август. Особенно много комаров будет в тех районах, которым вплотную подступала вода. Жители пострадавшего от паводка Оренбурга, к примеру, уже сегодня жалуются на то, что их почти жрут заживо. А специалисты спорят, насколько опасны кровососы. С таким же вопросом мы обратились к местным экспертам. У нас всего три рода. Среди них особо опасных, то нет такого, чтобы выделить. То есть они в принципе все одинаково опасны, потому что они кровососущие. Единственный вопрос, что есть более приспособленные виды, есть более неприспособленные. Следовательно, сильно опасаться малярии не стоит. А вот вирусных заболеваний, это лихорадка, это энцефалит, это да. Опасность существует и надо себя как-то защищать. Гуру по комарам профессор Комарова к потенциально опасным относит не всех комаров, а вампиров рода Айдес, жало которых может принести лихорадку Денге, чикунгуни, вирус Зика и желтую лихорадку. Первоначально это насекомое можно было встретить только в Африке, но сейчас уже и в Сибири. Они самые мелкие и считается, что на них никто не обращает внимания. Прививают на генетическом уровне различные виды заболеваний именно вот на комаров рода Айдес, которые могут переносить генетически модифицированные вирусы. Конечно, далеко не все заболеют, подчеркивает энтомолог, но риск есть для каждого. При укусах комаров обыкновенных, привычных нам пескунов, последствия не столь серьезны и все же неприятны. Сейчас очень много комаров, которые оставляют аллергическую реакцию. Наверное, новый вид насекомых появился, что ужасные шишки, прям впоследствии долго очень проходят. Заманали они, но вечером-то это вообще невыносимо. Ну, вообще травить надо. В советское время, говорят специалисты, обработку от комаров вели повсеместно. Сейчас же опрыскивают локально. А потому энтомологи призывают людей защищаться от крылатых вампиров самим. И речь идет не только о репеллентах. Эксперты советуют опрыскивать себя разведенным кондитерским ванилином, носить одежду из хлопка с длинным рукавом и обходить стороной густые заросли. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком. Любопытная новость. Экс-министр иностранных дел Австрии, танцевавшая на собственной свадьбе с президентом России Владимиром Путиным, собирается приехать в Бийск. Карин Кнайсель посетит местный технологический институт. Там она проведет лекцию, познакомится с историей Бийска и ведущими предприятиями Наукограда. Кроме того, Кнайсель собирается полюбоваться пейзажами горного Алтая и Алтайского края. Первый ЕГЭ сегодня сдали почти 2000 старшеклассников Алтайского края. Всего им предстоит ответить на тестовые задания по трем предметам. Если говорить о том, какие дисциплины выбрали школьники, то 900 человек предпочли химию, почти 400 – географию, чуть более 700 – литературу. Популярные предметы у 11-классников – профильная математика, общество знания, биология и информатика. Есть те, кто пожелал сдать испанский и китайский языки. Всего на территории края работают 73 пункта проведения экзаменов. С этого года у участников ЕГЭ появилась возможность пересдачи одного из предметов по выбору. Это инициатива президента России. 4 и 5 июля пересдать можно будет любой результат, независимо от того, сколько баллов наберет сдающий. Предыдущий результат аннулируют. Следующий экзамен «Русский язык» выпускникам предстоит сдать 28 мая. Те, кто по уважительным причинам пропустят основной срок сдачи экзаменов, могут воспользоваться резервными днями. Дополнительные сроки выделят для тех, кто в основной период получит неудовлетворительные оценки по обязательным предметам – русскому языку и математике. Голубое топливо в рамках социальной догазификации станет доступным для жителей 6 тысяч домов в Новоалтайске. В большинстве из них газ уже появился, но кое-где работы в самом разгаре. Параллельно идет восстановление нарушенного благоустройства. Подробнее далее. Известный в Новоалтайске микрорайон Чесноковка. На одной из его прибрежных улиц скоро начнут прокладывать газовые трубы. Тяжелая техника работает и на другом участке микрорайона. Но здесь газопровод уже проложили и скоро введут в эксплуатацию. Его протяженность порядка 28 километров. И потенциал домовладений, которые в последующем, возможно, будут от него подключиться – порядка 1500 домов. Там, где сети уже проложены, приступили к благоустройству поврежденных участков. На проезжей части восстанавливают дорожное покрытие, на прилегающей территории с помощью щебня предварительно выравнивают, а после возвращают плодородный грунт. Подрядчик подчеркивает – в порядок своевременно стараются приводить все, без исключения участки. Конечно, это обязательные условия работы. Ни в коем случае не должны мы ущерб нанести местному населению. Поэтому это приагатирует, чтобы уйти достойно. Темпы и качество проводимых работ заказчик оценил на месте. Мы эти работы проводим сейчас по всему краю, потому что очень много работали в зимний период. Наша подрядная организация. И благоустройство восстанавливаем повсеместно. В ближайшее время природный газ Новоалтайский станет доступнее для всех потенциальных абонентов. Для дегазификации города уже построено 107 из необходимых 117 километров газовых сетей. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. К новостям спорта. На днях алтайские скифы вернулись из республики Коми. На всероссийском турнире Кубок Третьяка юные хоккеисты взяли серебро. Как прошел всероссийский турнир, какие планы и цели теперь ставит команда, знает моя коллега Мария Костылева. Не прошло и три дня после перелета, как юные хоккеисты вновь на родной ледовой арене. Итог всероссийского турнира – Кубок Третьяка серебро. И для начала это достойный результат. Среди 12 сильнейших команд страны наши парни вторые. Хоккеисты уже провели работу над ошибками и оценили, где нужно поднажать. Мы, наверное, плохо начали. Потом они нам начали забивать, мы, наверное, расслабились. Потом мы забили один гол и потом они еще раз забили. Юные скифы поставили цель – попасть призеры и попали. Накануне всероссийского турнира в середине весны парни играли товарищеский матч с московским «Спартаком». Заслуженный билет на Кубок Третьяка наши получили благодаря выигранному Кубку СФО. Я попросил просто настроиться на эту игру, потому что эта игра за первое место в группе. Соответственно, она дает минимум второе место. Мальчишки поняли. Все. Потому что, ну, я вижу, все глаза горят. В финальной игре с московской красной машиной хоть победу и не одержали, но поборолись достойно. Есть куда расти. И зубы наши парни-хоккеисты еще покажут. Если мы не будем играть с сильными командами, мы никогда не станем сильными. Нам нужно всегда партнеры более сильные, чтобы было стремление. И рано или поздно ребята получат такой навык уже, который им даст даже морально не бояться никого играть за Алтайский край, представлять Алтайский край. В свою очередь тренерский состав отмечает. Ребята уже подтянули технику, и это весьма за короткий срок. Скифы планируют и дальше набирать обороты. Спортивная злость и желание побеждать у мальчишек в крови. Они работают каждый день, шесть раз в неделю, тренируемся. Да, тяжело. Сначала было тяжело, сейчас полегче, сейчас еще легче. Поэтому по мере их возможностей мы добавляем их, то есть приравниваем к играм, которые будут у нас в Москве. Сейчас упорные тренировки на результат идут полным ходом. Впереди большие планы. Сборы в Горный Алтай и подготовка к чемпионату России. Мария Костолева, Андрей Печоркин. День с толком. В Белокурихе начался 16-й форум «Для молодежи Алтай – территория развития». Мероприятие объединило в себе полтысячи участников из России, Турции, Казахстана, Шри-Ланки, Белоруссии и других стран. Кстати, в этом году на форум поступило около пяти тысяч заявок. Ключевой темой в этом году стала работающая молодежь. По этому поводу в рамках форума уже прошло обсуждение проектов, которые могут помочь поколению реализоваться в карьере. На самом АТР представлено 10 образовательных площадок. Среди них есть, к примеру, шатры, где обучают бизнесу, волонтерству, медиа и созданию творческих проектов. АТР продлится пять дней. Сейчас в Белокурихе работает наша съемочная группа, так что подробный материал мы сможем увидеть уже в ближайшее время. На этом у меня все. Напомню, что для вас работает телефон редакции 205-545. Обязательно звоните. Ну а далее о погоде. До встречи. Продолжение следует...